Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тенденция выпадения осадков сохранится. По данным Башгидрометеоцентра, во вторник, 25 июня, в республике пройдут сильные дожди с градом. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов, со знаком «плюс» днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. Непогода уже принесла негативные последствия. Так, в деревне Озерное, Обзелиловского района затопило 76 придомовых участков. В селе Янгельское шквалистый ветер снес крышу местной школы. В деревне Северное частично сорвало кровлю и повалило заборы семи домов. Схожий урон наблюдается в ряде городов и районов республики. В городах и районах, где в результате прохождения неблагоприятных погодных явлений произошли разрушения и повреждения имущества, силами администрации и коммунальных служб ведутся аварийные восстановительные работы по ликвидации последствий. Постань на 10 утра, 24 июня, дождевая вода из всех населенных пунктов ушла. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле главного проема ЧАС России при суббеке Башкортостан. Вот отмечу, что на днях в Уфе также прошлись ураганы и сильные дожди. В городе с жилых домов срывало крыши и даже балконные рамы. Повалило несколько деревьев во дворах. Дороги столицы превратились в рейки. Десятки машин останавливались из-за гидроудара. Была затоплена часть рулежной дорожки в аэропорту. Протекла крыша международного терминала. А уже минувшей ночью часть рейсов была задержана. Другим темам в Башкортостане проверили 48 наиболее опасных свалок и полигонов. Работу провели в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», о чем сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднодзора. Под инспекцию попала территория печально известного Уфа-Химпрома. В начале 90-х годов предприятие допустило загрязнение уфимского водозабора, в результате чего фенольными соединениями отравились сотни жителей города. Сейчас площадь загрязнений завода составляет 143 гектара, объем накопленного шлама и ила – 412 тысяч кубометров. Ранее во время визита в Уфу руководителя Росприроднодзора Светланы Родионовой в 2021 году стоимость рекультивации объекта накопленного вреда оценивалась в 25 миллиардов рублей, а проектно-изыскательские работы в 100 миллионов. Для дальнейшей всесторонней оценки и анализа негативного воздействия специалисты проанализировали еще 12 тысяч проб-компонентов окружающей среды. На основании полученных материалов принимается решение о включении Уфа-Химпрома и других объектов в специальный госреестер. Это позволит регионам при наличии проектов и необходимых экспертиз получить средства из федерального бюджета на ликвидацию накопленных загрязнений. Проекту строительства придорожного комплекса в Стрельтамакском районе присвоили статус приоритетного. Инвестор компания «Стройзаказ» получит субсидии на возмещение части затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Инициативу ранее рассмотрел инвестиционный комитет Башкортостана. Объем вложений в реализацию проекта составит 90 миллионов рублей. Комплекс уже начали возводить в селе Новая Отрадовка. На его площадке разместят магазины и кафе. Там появится 37 рабочих мест. Есть предварительная договоренность компании «Ленинтрейд». Это сеть магазинов «Монетка». Если мы сейчас посмотрим на тот слайд, который у нас есть, как раз в этом ряду для жителей района не хватает третьего оператора продуктов питания. То есть представлен магазин «Пятерочка» мы видим, магнит представлен. И для полного выбора для жителей района мы предлагаем дополнить эту локацию еще одним магазином, третьим крупным игроком в сети магазинов «Монетка». В прошлом году в Башкортостане создали 233 новых придорожных комплекса на 2 миллиарда рублей. Модернизировали 245 объектов на 433 миллиона. По данным Министерства торговли и услуг, на сегодня ведется работа с инвесторами по реализации более 100 аналогичных проектов с суммарным объемом вложений – 11 миллиардов рублей. Мэрия Уфы повторно выставила на торги объект культурного наследия – дом Боголюбовой. Начальная цена лота осталась прежней – 8 миллионов 300 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июля. Старинный дом расположен на улице Салавата-16. Его площадь превышает 200 квадратных метров. Лот не имеет обременений, но в случае продажи участок под памятником культуры новому владельцу предоставят в аренду. Покупатель при содержании и использовании здания обязан выполнять требования закона об объектах культурного наследия, то есть привлекать к капитальному ремонту только аккредитованные в Минкульте России подрядные организации. На торги на повышение, объявленное в апреле и мае, не поступило ни одной заявки. Стоимость в дальнейшем будет снижаться. Шаг к понижению составит 832 тысячи рублей. Цена отсечения установлена на уровне 4 миллионов 160 тысяч, то есть вдвое ниже начальной стоимости объекта. В Машкортостане на конец июня стоимость частных домов составила в среднем 5,5 миллиона рублей. С начала года ценники подросли на 2,6%, следует из исследования портала МирКвартир. Республика таким образом оказалась на 46-м месте по стоимости домов из 85 регионов, вошедших в исследование. Самые дорогие дома продаются в Москве – 34 миллиона. В Санкт-Петербурге – почти 23 миллиона рублей. И в Московской области – 19,5 миллиона рублей. В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ – почти 14 миллионов рублей. Тагестан – почти 13 миллионов, Севастополь – чуть более 12,5 миллиона рублей. Чечня – 11 миллионов 800 тысяч. Краснодарский край – почти 13,5 миллиона и Крым аналогично. В десятку вошли почти все регионы, имеющие побережье на Черном, Каспийском и Балтийском морях. В среднем по стране дома за полгода подорожали на 3,8% до 7 миллионов рублей. Цены выросли в 55 регионах, а в 30 сократились. Рост стоимости квадратного метра для загородного жилья еще немного продолжится. Но когда квадратный метр приблизится к стоимости квадратного метра в квартирах в городе, конечно, он остановится, потому что для загородной недвижимости есть определенный предел, выше которого цены подняться не могут. А цены на квартиры в городах на вторичном рынке сейчас уже не растут. Другие эксперты также ожидают роста интереса к покупке частных домов во втором полугодии. А после завершения программы льготной ипотеки, часть спроса неизбежно перейдет на этот рынок, считает генеральный директор Мерквартир Павел Луценко. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня, юань, доллар и евро подорожали. Китайская валюта на 52 копейки до 12 рублей 4 копейки, американская на 2 рубля 54 копейки до 87 рублей 95 копейки, европейская плюсует 2 рубля 80 копейки, курс 94,26. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юань в новиком за 12,50, продажа в банке открытия за 12,80, покупка доллара в Быстробанке за 89 рублей ровно, продажа в ЭТБ за 91 рубль 5 копеек. Наиболее выгодные предложения по покупке и продаже евро в Быстробанке за 97 рублей и 99 рублей 45 копеек соответственно. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин